Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о земле и земледельцах. Как эти слова и понятия отражены в русском языке? Это очень важная тема, потому что все мы, так или иначе, с вами выходцы из земледельческого сословия. Крестьянство всегда было донором нации, ибо самое многочисленное сословие – сословие кормильцев народа – таковы были крестьяне. Во всех индоевропейских народах существовало три главных сословия – это священство, это воины, защищавшие нацию, и третье сословие – самое многочисленное – земледельцы. И наше земледельческое сословие питало нацию своими соками, ибо даже горожане, вот за 400 лет, известно, город вырождался, город терял своих граждан, они рассеивались в результате войн, испытаний, и снова подпитывался земледельцами, теми, кто приходил из деревень. Итак, земледельческое сословие, оно жило на земле и кормилось землей, и кормило плодами ее весь народ. Поэтому почитание земли, любовь к земле, было самой главной частью мировоззрения крестьянина. Ведь земля была мать, земля представлялась как родина, потому что она рождала нас, и говорили, земляеси и в землю пойдеши. А кроме того, земля даже над человеком царствовала, ибо, говорили в народе, каждый приючает семью, свою семью, до гробовой доски, а земля приючает каждого и после смерти. И помните, это у Ахматовой прозвучало прекрасное, «Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно, своею». Да, мы выходцы из этой земли, мы ложимся в нее, мы кормимся ею, и это христианское мировоззрение тоже разделяет эти древние представления. Итак, земля. Каково ее происхождение? Этого слова «происхождение»? Оно связано с древним корнем гео. Рождать. По-гречески «гея» – это земля. Интересно, что богиня земли, богиня природы, «деметра» – греческая богиня, при этимологии этого слова раскрывает свое исконное значение. Она звучала как «геметр», что значит «земля – мать», а у нас «мать сыра земля» – это устойчивое выражение, выражение, пришедшее к нам из сказок, избылин и существующее в нашем подсознании. Мать земля, рождающая, покоющая, кормящая наша Родина. Слово «земля», кроме того, очень связано с понятием «семья». Ведь семья живет на своей земле. То есть семья – тоже земледельческое слово. Оно ориентировано на тот кусочек Вселенной, с которого кормится, которая и есть ее Родина. И главное сословие каждого народа имеет свое имя. И в русском языке это имя – крестьянин. А еще раньше существовало название «смерд». Слово «смерд» имеет сегодня сниженное значение, даже полупрезрительное. А есть еще глагол «смердеть», то есть издавать неприятный запах. То есть смерд – это представитель какого-то низшего сословия. И для нас неведомо, что в древности это слово обозначало совсем другую личность. Здесь есть корень «мерд», «март», «мирд». Так оно в древности звучало. В древнеперсидском языке, в мордовском, в языке коми и в древнем прославянском языке. Этот корень обозначает «человек». И, кстати, народ Мар-2 – это просто люди. Смерть – это человек с учетом вот этого начального «с», который когда-то обозначал свободу свой, этот древний корень. И, по сути дела, смерть – это свободный человек. Вот кто такой был древний русский земледелец. Свободный человек. Человек, который был сам свой, ни от кого не зависел, кроме Бога, и питающий, кормящий его земли. Это так. И до XIV века так было. А потом слово «это» отошло на задний план, получило другие сниженные оттенки, потому что возникло новое слово. Вернее, оно возвысилось. Оно было достаточно древним. Оно возвысилось. Это слово «крестьянин». Сегодня мы слово «крестьянин», название, сохранившееся до сих пор, соносим, связываем с понятием «христианин», со словом «крест». Но исконно это было не так. Прекрасное соотнесение «крестьянин» – «христианин». Действительно, все крестьяне, начиная с XI века, со времени крещения Руси, были христианами. Но слово «крестьянин» возникло из другого корня. Этот корень находится в санскрите. Мы находим его исконное значение. «Керсти», «крести» обозначает «пахать», «боронить» или «скрести землю». А, кстати, у нас есть глагол «скрести». Ведь древнейшая обработка земли так и воспринималась, как «скрести землю». Итак, «крестьянин» исконно обозначает то самое «пахарь». Пахарь – тот, кто пашет землю, тот, кто ее обрабатывает. Вот кто такой крестьянин. И как замечательно, что этот древний корень совпал, соединился с понятием «христианин». Ибо, начиная с XIV века, когда этот древний крестьянин стал повсеместно распространяться, мы соотносили интуитивно это слово с понятием «христианство». С тем, что мы не просто крестьяне, но мы и дети Христа. Мы ему поклоняемся, его славим своим трудом на этой земле. Это удивительное соединение духовного, небесного с земным в слове «крестьянин». Итак, «древний смерть», «современный крестьянин», «свободный человек» и «пахарь» – они, эти слова, рождали высокое достоинство человека, работавшего на земле. Главные задачи такого человека и большинства предков наших с вами, ибо все мы так или иначе связаны с крестьянским сословием, так вот, главные задачи были три – «пахота», «сев» и «жатва». Три важнейших дела, вокруг которых крутилось все, вокруг которых жила вся семья крестьянина. Этому делу служила, ибо не только кормилась сама с пахоты, сева и жатвы, но и кормила, повторяю, весь народ. Давайте взглянем на эти слова. Посмотрим, что они означают, особенно слово «пахать». Посмотрите, «пахота», «пахать» – здесь есть корень, который существует в другой огласовке в словах «пух» и «пышный». То есть «пахать» – это делать землю пышной, пушистой, как пух. И на самом деле так и есть. Новая система обработки земли, тысячу лет назад возникшая с новыми орудиями труда, именно это и делала. Она делала землю пышной, как пух буквально, потому что ее баранили, встряхивали, и она ложилась пухом на семя, чтобы легко было зерну всходить ростком. Вот это отражено в слове «пахать». А есть еще глагол «сеять». И слово «семя», которое изначально, как говорил академик Трубачев, обозначало просто мелкие, мелкие зернышки, крупинки, пыльцу, что-то незначительное, а потом было осмыслено, как зерно. И отсюда возник глагол «сеять», то есть бросать семя в землю. И третий глагол «жать». «Жатва» – что это такое? А здесь тот же древний корень, что и в слове «сжимать». Да? «Жать» – это сжимать пучок колосьев и вырывать его из земли. Именно так работали древнейшие жнецы, потому что не было еще орудий труда, которые появились затем, и серп, которым разрешалось срезать пучок колосьев, когда ты его сжал рукой. И что интересно, вот серпом разрешалось жать во время жатвы пшеницу, а косой косить запрещалось. Это было грехом. И если пшеница уродилась плохая, и серпом не соберешь пучок, не подрежешь его, то тогда приходилось вырывать пшеницу с корнем, ибо грех было косить ее косой. А вот овес, ячмень, гречиху косили. Это было можно. Сколько было запретов, сакральных, священных предписаний, связанных с пахотой, севом и жатвой. Но сначала взглянем на орудия труда. Древние орудия труда, о которых слова мы прекрасно помним и знаем. Ну вот, древнейшие орудия пахоты – это орало. Помните выражение «перекуем мечи на орало»? Это значит призыв к воинственным народам перековать железные мечи, орудия войны, на орудия мирной земледельческой работы, на орало, на то, чем пашут землю. Древнее орало или орало происходит от глагола орать, рвать, разрезать землю. И это был просто деревянный сук. Да, как раз от слова сук кусок дерева с острым концом, а лучше всего рогатый, такой двухконечный, заостренный кусок дерева, стал называться не только орало, но и саха. Слово сук и саха, они однокоренные. Саха происходит от корня сук. Ну, посмотрите дальше, как интересно. У нас есть название лося. Сахатый. Это значит, что рога у лося подобны сахе, вот такой суховатой, раздвоенной формы. Но на смену оралу и сахе, который, кстати, люди уже давно вместо деревяшек прикрепляли железные наконечники на острия, чтобы пахать было лучше и легче, на смену этим древнейшим орудием труда пришел лук. Тоже древнее славянское слово. Над его происхождением ученые долго ломали голову. Плуг, сказал академик Трубачев, происходит от глагола плыть. Именно так. Потому что плуг, древние люди, создавшие это орудие труда, подметили, он как бы плывет по борозде. Он идет мягче, он проще разрезает землю и делает ее пышной. Вместе с плугом как раз пришло понятие пахать. А до этого было орала, саха и глагол орать. Посмотрите, как это все взаимосвязано. Орудие труда рождало глагол. глагол плыть рождало образ, который воплотился в названии орудие труда. И вот перед нами тысячелетняя, многотысячелетняя история рала, саха, плуг. И все эти слова до нас дошли, и все эти слова нам знакомы. Только мы сегодня уже, пожалуй, не знаем, как они в древности выглядели и откуда они ведут свое начало. А теперь поговорим о том, как обставлялись эти священно действия земледельца. Пахота, сев и жатва. Пахали только мужчины. Женщинам запрещалось пахать. Конечно, в тяжелые времена, когда мужчин уводили в полон, когда убивали их на войне, пахали и женщины. Но в мирные времена, а таких было больше, конечно же, на себя пахот убрали мужчины. И это не потому, что это тяжелее, а потому, что такова мужская забота. Мужчина должен был быть отцом семейства, быть взрослым, быть сильным. В этот день он в чистой рубахе выходил в поле, крестился, молился, выходил до рассвета, потому, что солнце, взошедшее на небо, должно было застать пахаря за работой. И начинал пахоту. Священник освящал будущую Ниву. Молитвой освящалась пахота. начиналась она вскоре после Благовещения, ближе к Полнолунию. Все это учитывалось зорким хозяйским взглядом, а еще были приговоры стариков, которые командовали, когда можно пахать, а когда нельзя. И, конечно же, на праздники пахать было нельзя. Были очень важны эти моменты. В воскресенье человек должен был быть в церкви. Пахать было запрещено. Даже в самые трудные времена это запрещалось. Ведь Господь давал хлеб, и от него зависело, будет урожай или нет. И так пахота прошла. А дальше с 6 мая до 22 мая, то есть с Георгия Победоносца до Николы Вешнева, нужно было сеять. И опять сев поручался только мужчине. Чаще всего засевали поле старики, мудрые, с легкой рукой, с чистой жизни люди. Женщинам при севе запрещалось даже присутствовать. Это была не их работа. Но зато, когда начинался сев, накануне застилался стол белой скатертью, на стол ставилась миска с освещенным зерном, свеча, святая вода. вместе сидели и молчали все домочадцы, внутренне молясь, ибо от сегодняшнего дня зависел весь год. Весь год будет ли он сытным или голодным, хватит ли зерна на продажу, хватит ли зерна сиротам, нищим, скотине, всем. И не случайно существовала эта самая высокая в мире молитва земледельца. Потрясающая молитва, о которой я уже говорила раньше, но напомню ее еще, потому что это молитва вообще всякого даяния человеческого. Подай, Господи, на нищую долю, на сиротскую долю, птицам небесным и на свое семейство. Своё семейство последней строчкой в этой молитве идет, и Господь зрит на эту жертвенность русского земледельца, понимая, что он готов делиться, одаривать, даже птиц небесных кормить, и тогда дает семейству земледельца урожай сторицей. А что такое сторицей? Это стократно. Итак, сев, сеятель засеял поле. Дальше каждый день солнце, дождь, погода, погода это значит хорошая погода, все это влияет на урожай и начинается жатва. Жатва здесь царствуют женщины. Мужчинам жать запрещено. А вот женщина, посмотрите, зеркальное отражение сева. Она одевает чистую рубаху, она застилает стол белой скатертью, и на нее ставится перед жатвой пучок сорванных колосьев. Святая вода, свеча, пора начинать. И утром на рассвете выходят женицы. Женщина первая зажинает. Есть такое красивое слово. то есть начинает жатву женщина с легкой рукой, здоровая, молодая, сильная мать семейства. И вот такая зажинщица, начиная жатву, определяет все, что будет потом. И то, что колос не будет осыпаться при жатве, и то, что зерно будет полным, и то, что обмолот будет благополучным. Так происходит жатва. Три священодействия земледельца. Как они далеки сегодня от нас, которые булки покупают в магазинах, белые, черные, не особо задумываясь, как они достаются. Но этим жило когда-то целое сословие народа. И от их работы зависело благосостояние и сама жизнь всего народа. Кормилец крестьянин, кормилец смерть. Давайте вернемся к ним мыслью и почтим крестьянина, земледельца, как своего предка, обеспечившего наше сегодняшнее существование на земле. Редактор субтитров Корректор Корректор Субтитров